Привет! 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 Меня слышно? Да, да, да. Отлично! Какие красивые голосы! Вау! Спасибо, спасибо! Круто! Спасибо, что пришла, нашла время к нам присоединиться. Я тогда сразу начну, расскажу про тебя, потому что у тебя огромный опыт работы в огромных компаниях. Ты начинала еще много-много лет назад как продакт-менеджер в компании «Одноклассники», да? Да. Потом ты перешла в «Майлгрупп», работала в «Контакте», и потом ты переехала в Америку. Вообще, как началась твоя история? Ты всегда работала продакт-менеджером, как я понял, да, и потом тебе всегда было мало. Сначала взяла одну компанию, потом больше, потом ты перешла в «Эппл», потом ты начала работать, взяла. Я еще помню, кстати, когда мы пользовались вот эти мини-воки-токи, да, такие рации, когда ты нажимаешь на кнопку, и можно было переговариваться, и думала, вау, какая классная технология, то есть тебе не надо звонить человеку. Вот. Потом ты перешла в «Оксиджен», и еще занимаешься своим персональным проектом. Короче, куча всего. Ну, давай, давай, может, я что-то расскажу от тебя, задай вопрос. А, окей. Да, давай, задавай вопрос. Хорошо, давай начнем с «Контакте». Ты работаешь в компании «Майлгрупп», и я так понимаю, что тебе этой компании стало мало. Как ты решила попробовать себя на мировом рынке, и как ты перешла в компанию «Эппл»? Было ли что-то между… У меня, да, у меня, наверное, между компанией «Одноклассники», «Майлгрупп», они же «Викей», да, это одна и та же компания. То есть я была в одном и том же месте, просто компания, она сначала «Майлгрупп» поглотили «Одноклассники», потом «Майлгрупп» переименовались «Майлгрупп», и потом «Майлгрупп» переименовались «Викей», «Викей», да, вот, «Викейгрупп». Поэтому, по факту, я была в одной и той же компании, в компании «Одноклассники», просто вот компанию вот так вот поглощали. Вот, в США я переехала в 2016 году, это никак не связано с «Эпплом», никак не связано с «Одноклассниками», просто мой на тот момент будущий муж и уже бывший муж выиграл грин-карту. Он говорит, «Аня, поехали в США». Вот, собственно, так я оказалась в США, совершенно случайно, никогда об этом не мечтала, не хотела, не стремилась, и, в принципе, сама вот родилась и выросла в Москве, и мне там было очень хорошо. Вот, но переехала в США, так сложилось, и в США моя первая компания была «Райдшеринг-приложение Фастон», это типа Убера. После «Фастона» у меня был блокчейн-проект, криптопроект в Калифорнии, я переехала из Бостона в Калифорнию, и там два года работала. После блокчейна у меня был «Зелла», это рация, где я проработала три года как раз в «Остине», и я ушла из «Зелла», потому что получила оффер в «Эппл», не смогла отказаться, и ушла в «Эппл». Из «Эппла» меня сократили в начале этого года, я попала под вот эти массовые сокращения, которые были, и какое-то время находилась в свободном плавании, думала, чем бы заняться, начала активно развивать свой канал. У меня есть YouTube-канал, называется «Продкаст», и меня вообще легко найти по имени и фамилии Анны Наумовой, я ищусь прекрасно везде. Вот, я очень много времени как раз потратила на то, чтобы развивать свой канал, развивать еще свой бизнес, у меня консалтерский бизнес, и помимо консультирования людей, я еще консультирую бизнесы. То есть ко мне приходят компании, они просят ресерч, они просят рекрутмент, они просят просто какие-то консультации по выводу продуктов на американский рынок. Это я все тоже делаю. И вот буквально совсем недавно, месяц назад, я присоединилась к компании «Оксиджен». «Оксиджен» — это финтек-приложение здесь в США, и перешла на роль «principle product manager». Вот, собственно, about my transition. Ну, я всю жизнь product manager. То есть я вообще ничего не умею делать, я всю жизнь product manager с исключением ранних лет в «Одноклассниках», когда я была маркетологом. Собственно, вот 10 лет назад, даже больше, 15, я была маркетологом, а потом я исключительно product manager. Больше ничего не умею делать. Вау, круто. Слушай, мы сегодня в самом начале как раз обсуждали открытие моего проекта, и у меня к тебе есть такой вопрос. Вот вы же часто запускали какие-то продукты. Какие у тебя были чувства всегда, когда вот вы год работаете над каким-то продуктом, и тут он выходит в свет? Как вы праздновали, что вы делали в этот момент? Я бы сказала, это плохой подход, потому что выпускать продукты надо намного раньше, чем через год. Стараюсь работать по agile, делаешь что-то самое простое, месяц выпускаешь, тестируешь, доделываешь, выпускаешь, тестируешь. Поэтому, наверное, ждать год и выпускать у меня такого не было давно. Хотя нет, я обману, я вру, я вру, потому что как раз в Apple я работала над корпоративной тулзой для маркетинга. И здесь у нас не было возможности выпустить в свет недоделку, поэтому мы ее делали. Но у нас постоянно было такое, называется user acceptance testing. Когда мы приходим, так как пользователями были сотрудники Apple из отдела маркетинга, мы им приносим какой-то продукт, они его тестируют, дают нам свой фидбэк. Но там была группа людей, которые тестировали, наши же пользователи, которые тестировали, ей предоставляли фидбэк. Но да, на самом деле запустили мы продукт на всех пользователей спустя, наверное, год моей работы. Да, и тогда это было, конечно, облегчение и волнение, что ли, потому что когда ты, конечно, год работаешь над продуктом и не видишь другого фидбэка, это очень рискованно. Не делайте так, если это не какая-то корпоративная тулза, которая требует ватерфольного такого подхода. Собирайте фидбэк намного раньше, да. Вы как-то празднуете вообще открытие продуктов, релизов? Нет, 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 не празднула. Вообще в США, я не знаю, мне кажется, какая-то нет этой культуры празднования, что ли. Вот я 7 лет в США работаю и никогда не праздновала. Вот в России, я помню, постоянно праздновали, вообще все праздновали. Что ни день. Да, ой, день какой хороший. Да, постоянно какие-то корпоративы, я помню день рождения, кто-то приносит тортик в офис. А здесь, в США, я такого даже, ну, такого нет у меня, по крайней мере. Может, я где-то работаю, не там. Ну, поэтому, наверное, ты открыла как раз свой YouTube-канал, где ты, может быть, не пьешь праздновать. А я тоже не праздную, да. Я и не пью алкоголь, и вообще я такой задрот, понимаешь, биоробот. Окей, это в этом мы еще поговорим. Да, не ем, а не пью. Потому что он сегодня отпраздновал этим bubble green чаем. Зеленым чаем. Зеленым чаем, вот-вот-вот. Я, на самом деле, вот у меня здесь с собой чай. Вот, собственно, да, за здоровье, да. Давай тогда поговорим про твой YouTube-канал и вообще твой проект Prodcast. Потому что я знаю, что он... Почему я смотрю? Мне очень интересно, я здесь уже тоже 10 лет, ну, много лет, скажем. И мне интересно, конечно, послушать, как работает корпоративная культура, несмотря на то, что всю жизнь я совершенно в другой сфере, как фрилансер. И мне очень понравился выпуск про то, как вы обсуждали, как мне попасть на работу в США. Какие у вас были комментарии. Кстати, если... Мы оставили ссылки, так что, ребят, посмотрите обязательно эти выпуски. Они помогают не только людям, которые сейчас находятся в Америке. Они... Я так понял, что вы готовы помочь всем. Да, и вот ваши выпуски, они наполнены вот такими мини-историями. А ещё другой выпуск, когда... Как действовать и как жить... Точнее, как существовать первые 30 дней в новой компании. Найти друзей, создать себе коалицию. И что с этой коалицией можно делать? Банду, да. Да-да-да, создавать банду. Как вообще создавался этот канал? То есть тебя сокращают в Apple, ты думаешь, окей, у тебя столько опыта. У тебя огромный опыт, 10 лет уже, или как? В Apple я уже шла с каналом. Канал я создала параллельно с моим переходом в Apple. Канал у меня родился... Официально родился, когда началась война. Я просто на тот момент поняла, что тема иммиграции будет очень актуальной. Я, в общем, не ошиблась. Поэтому моё первое видео на канале вышло 8 марта 22 года. Это был прямой эфир с Машей Подоляк, который так и назывался «Поиск работы в США». Поэтому можете найти самое первое видео. У меня ещё не было такого крутого микрофона. То есть это было такое очень душевное видео без какой-то профессиональной подготовки. Спустя полтора года я записала более ста интервью уже. То есть у меня уже совершенно другой подход. У меня уже профессионализм налицо. Поэтому посмотреть очень интересно, всегда сравнивать с какими-то как было, как стало. Как я вообще решила делать активность в интернете и рассказывать про «Поиск работы» — это тоже отдельная история. В 2019 году я также попала под сокращение. И я искала работу. В 2019 году, да, это было. И я искала работу три месяца. Три года искала работу. Три месяца я искала работу. Это было очень тяжело. Хотя рынок на тот момент был намного более такой благоприятный, чем сейчас. Но, тем не менее, я после России. В России, как вы знаете, особо, наверное, работу не ищут. Все к тебе сами приходят и пытаются тебе предложить как можно больше денег. Я не знаю, по крайней мере, у меня так было. И я тут столкнулась с американской реальностью, что на самом деле за оффер надо бороться, надо проходить собеседование, надо делать резюме. И я в 2019 году написала статью с Кирой Кузьменко. У меня Кира Кузьменко взяла интервью тогда. И вышла статья на vc.ru, которая набрала 100 тысяч просмотров. В общем, такая статья залетела. Она называется, до сих пор она есть. Как найти работу в США, если ты не программист? И она как раз рассказывает про весь мой опыт поиска работы. В течение трех месяцев у меня было 100 интервью. Тогда еще рынок был настолько как бы активный, что я могла себе позволить по несколько интервью каждый день. Сейчас такого просто тупо нету. А тогда это было. Я показывала свой календарь. Он весь состоял из интервью. Мог интервью, интервью, мог интервью. И вот так вот каждый день в течение трех месяцев я прошла 100 интервью. И об этом я написала. Статья очень хорошо зашла. И ко мне после этой статьи начали приходить все. Все, да? Ко мне начали приходить все медиа. Все школы обучения русскоязычные. Вообще все, что только можно. Я для всех делала что-то. Вебинары рассказывала. Давала какие-то комментарии. Писала статьи. А в какой-то момент я поняла, почему я не делаю это для себя. Я делаю это для всех. Бесплатно. Я ничего с этого не имею. Но для себя ничего не делаю. И вот, собственно, потом началась война. И я поняла, что все. Вот это вот пинок такой под зад. Аня действует. Вот, собственно, так родился канал. Вау, круто. И там уже больше 100 интервью. То есть, в принципе, если посмотреть все видео, то можно найти работу. Можно. На самом деле можно, да. Не обязательно ко мне приходить на консультацию, если посмотреть какие-то отдельные видео про поиск работы. Потому что я не только про поиск работы говорю. Я говорю еще и про открытие бизнеса, про развитие бизнеса, про какие-то карьерные развития, про продукт-менеджмент в том числе. Но вот если посмотреть плейлист поиска работы в США, вы 100% все поймете вообще. И вам не нужно ко мне идти и платить мне деньги за карьерные консультации. Но люди ленивы, поэтому им проще заплатить и прийти, и получить какую-нибудь выжимку. Ты знаешь, что мы буквально 20 минут назад обсуждали, у нас был еще один гость Макс. Он монтажер, занимается монтажом. Никуда он не переехал пока, что ему нравится, где он живет. Но он сказал очень важную вещь, что если бы весь мой опыт кто-то мне когда-нибудь передал в сжатом формате, допустим, в течение, я бы заплатил денег и получил курс, или получил какой-то быстрый результат, сжатый в течение двух-трех месяцев, он говорит, это бы сильно поменяло мою жизнь. Я думаю, что вот как я вижу, да, то, как вы помогаете людям. Например, мы сейчас как раз поговорим про соцсети, как их правильно вести и как правильно, где вообще искать работу. Я думаю, что вы очень корректно и ограниченно, точнее, как вот четко помогаете, например, как составить портфолио, как составить резюме, как выложить правильно, то есть развить свои соцсети. Расскажи, да, вот, кстати, вот, где искать работу? Где найти работу? Где искать работу, да? В Америке. Ну, я говорю про тег, потому что, на самом деле, очень много сайтов, и каждый сайт для каких-то своих ниш. Вот если вы ищете работу в IT, то вам, конечно, прямиком на LinkedIn. Мне кажется, это площадка номер один. Также есть крупная площадка в США, называется Indeed, но IT там, ну, я бы не рекомендовала для IT-шников идти на Indeed. То есть Indeed хорошо, например, для sales, да, если вы sales, или финансы, или там бухгалтерия, что-то такое, идти туда. Есть еще, если вы синие воротнички, то идите на Monsters, Monsters.com. То есть каждый сайт, он выполняет какую-то свою роль и создан для какой-то ниши. Наверное, единого сайта, вот, иди туда. Такого нет. Вот, потому что если вы, к примеру, я не знаю, няня, да, нянечка, да, вот, вы вряд ли пойдете на LinkedIn искать работу. Скорее всего, вы пойдете либо на Craigslist, либо на Monsters, либо в какие-то вообще комьюнити-группы и будете как-то там позиционировать. Если вы разработчик, вы не пойдете на Monsters, на Craigslist, на Indeed. Вы пойдете на LinkedIn, вы пойдете на Dice.com, вы пойдете на Hired.com и какие-то специфичные, возможно, сайты типа WellFound, это бывший AngelList, это где стартапы размещают свои позиции. Вы пойдете на JobBoard, стартапы-акселераторы, Y Combinator, 500 Startups и так далее. Вот, поэтому в зависимости от вашей позиции, вашей ниши, у вас будет свой какой-то сайт. Но я думаю, что LinkedIn для айтишников, если нас смотрят айтишники, это, наверное, номер один. Я в основном говорю про айтишников, сама из IT. Вот, где искать. Окей, тогда такой вопрос. Для того, чтобы получить работу, с чего вообще нужно начать, кроме поиска? То есть нужно ли составлять какое-то резюме или портфолио? Как это работает именно в Америке? Ну, смотри, опять же-таки, нужно понимать твой профиль. Давай опять сфокусируемся на айтишника, потому что я думаю, что люди, которые работают в рекламе, у них какой-то свой флоу, да. У тебя тоже для арт такого, арт-контингент. Я не очень в курсе. Киношники, да. Я честно не знаю, что там вы делаете и как вы ищете работу. Вот, я буду говорить про дизайнеров интерфейсов, продукт-менеджеров, проектов, разработчиков, кивеев и людей, которые работают в IT-сфере, которые работают в Гугле, в Эпли, в стартапах и так далее. Вот, соответственно, если у вас... Давайте вот грубо очень разделим на две категории. Есть опыт, нет опыта. Соответственно, если у вас нет опыта, и вы хотите найти работу в США, скорее всего, вам придется где-нибудь обучиться сначала, потому что просто так вас, ну, не возьмут и составить какое-то свое тоже портфолио, да. Портфолио для разработчиков – это код в гитхабе. Портфолио для дизайнеров – это тоже какие-то скетчи, мокапы, прототайпы или что-то такое. Портфолио для продукт-менеджера – это какие-то завершенные проекты, которыми он может тоже похвалиться, что он добился каких-то метрик, каких-то результатов. Вот, соответственно, вам нужно вот это портфолио где-то в любом случае собрать. Это будет обучение, это будут какие-то сайт-проекты, партнерство, волонтерство, все что угодно, да. Вот, допустим, у вас есть опыт, опыт работы. Вы идете на джоб-борды, о которых я говорила. Для этого, перед тем, как идти на джоб-борды, вам надо составить классное резюме американское. У меня по этой теме есть просто отдельный чуть ли не плейлист, и даже гайд я написала, который я тоже с удовольствием всем предоставляю, где расписано на русском языке, как составить идеально американское резюме. Это, наверное, самый подробный гайд с темплейтами, с примерами плохими, хорошими. Самый, наверное, полноценный гайд на русском языке про американское резюме. Вот, вы делаете американское резюме, вы выкладываете его на джоб-борды. Параллельно вы идете на LinkedIn и оформляете все то же самое на LinkedIn, потому что LinkedIn – это очень важный такой инструмент для поиска работы. На LinkedIn вы не просто показываете, что вы сделали, ваши достижения, портфолио, все что угодно. Вы еще занимаетесь нетворкингом, вы знакомитесь с людьми, вы создаете какие-то связи, вы коммуницируете, вы появляетесь на виду у людей, которые захотят вас нанять, принимающие менеджеры или рекрутеры. Соответственно, как только вам отзываются на ваше либо LinkedIn, либо резюме, у вас идут раунды интервью. Ну, соответственно, вы готовитесь к каждому раунду и проходите или не проходите. Окей. А вопрос по поводу раундов интервью. Я слышала, что там бывает их штукцать. Если после первого повезет, да, то потом вообще. Сколько максимального количества раундов интервью было на твоей практике вообще? Наверное, пять, наверное, пять раундов, мне кажется. Ну, это примерно норма. Я не знаю, сколько вообще в целом максимально раундов. Возможно, их больше есть. Знаете, такие раунды, которые объединены. Называется панельное интервью. Когда у тебя в течение дня несколько маленьких интервью, там, по 30 минут. Вот я их тоже не считаю как разные интервью. Хотя по факту это разные интервью. Но это проходит в один день. Допустим, вот четыре часа у тебя подряд идут несколько интервью. А бывает Амазон вообще целый день. Там, по-моему, часов в семь или восемь с перерыва на обед. Такое бывает Амазон. Я не проходила, но вот у меня было интервью с Таней из Амазона. Она рассказывала, что она целый день сидела на интервью, со всеми подряд поболтала. Бывает интервью про программ, она про программ-менеджер, да. Бывает интервью, когда обед или ужин. Тоже интервью. Ты идешь, тебе нужно есть со своими потенциальными коллегами, улыбаться, при этом жевать. И делать так, чтобы у тебя в зубах не застрял салат. Я, честно, ненавижу вот такого типа интервью. Я не могу есть, когда я нервничаю, а на интервью я нервничаю. И мне кажется, вот этот тип интервью, когда тебе надо с кем-то покушать, я считаю, что это издевательство кандидатам. В определенный вид насилия, точно. В определенный вид насилия. У меня такие тоже были, когда нет аппетита, но надо делать вид, что он есть. Слушай, а ты когда переехала, как у тебя было с английским языком? Ну, гораздо хуже, чем сейчас, сто процентов. Я не знаю, какой был тогда уровень, но могу сказать, что я когда пошла открывать себе счет в банке, я совершенно не могла понять, что мне говорит сотрудник банка. Там была женщина с акцентом, и я не могла ее вообще понять. И тогда я поняла, что я совершенно не знаю английского. И то, что я учила в России, вообще далеко от реальности. Вот, и я начала слушать, очень много слушать, смотреть фильмы на английском, слушать всякие диалоги на английском, потому что я могла слушать профессиональных дикторов. Я могла слушать CNN, я могла слушать TED Talks, я могла слушать Sales Representative, с которыми я общалась еще из России, считала, что все круто, я умею. Я общалась с селзами, которые говорят идеально. Значит, я классно знаю английский. И я могла общаться со своим учителем по-английскому. Ну, просто потому, что он учитель, да. К сожалению, я была очень неправа, и я приехала в США и поняла, что на самом деле люди говорят иначе. И мне потребовалось около года, чтобы начать научиться слушать. А когда ты приехала в Америку, вообще какие у тебя были трудности и сложности? И какие сложности возникают у мигрантов, когда они только-только приезжают? И твой первый поиск работы тоже, он, видимо, не был таким простым. Поиск работы в США в принципе дело непростое, если, конечно, тебе не повезет. Потому что это тяжелый процесс, это всегда много раундов, это всегда большая конкуренция, всегда надо как-то себя хорошо позиционировать, сталкиваться с отказами, очень много отказов. И с высокой вероятностью, с большей вероятностью вам откажут, чем вы пройдете, и к этому нужно тоже привыкать. А сложности? Сложности. Ну, очень много сложностей бытовых. Ну, банально, да, открыть ССН, банковский счет, получить номер. Там все это делается, я вот 7 лет назад, когда приехала, все это делалось ножками, либо по звонку. Нельзя было вот онлайн что-то сделать запрос, и тебе это пришло. То есть приходилось сидеть в очередях. Очень много бюрократии я столкнулась, особенно после России. Мне показалось, что бюрократия намного более жесткая в таких бытовых вещах. Сейчас после ковида немножко все улучшилось, но вот я помню, что 7 лет назад меня попросили выслать факс. Я не знала, как его выслать, и я скачала приложение в App Store, которое называется «Факс». Да, да, 7 лет назад. И называется приложение «Факс». Я его скачала, заплатила 3 доллара за, по-моему, там, за 3 факса, что ли. Сфотографировала бумажку, которую мне нужно было отправить, и вбила номер телефона, и через это приложение я отправила им факс. Ну, то есть вот с такими вещами я сталкивалась, когда приехала. Мне это было очень… Все это выглядело очень сюрреалистично для меня, когда вот в России на тот момент уже все делалось через мобильные приложения, когда можно было платить часами, а ты приезжаешь сюда, а тебе нужно факсы отправлять. Вот. И выписывать чеки. И выписывать чеки, да-да-да. Чеки тоже просили. Я думаю, что за чушь, почему я… Давайте я вам просто переведу платёж, да, со счёта на счёт. Да, даже, по-моему, до сих пор не так это просто сделается. Просто перевести деньги со счёта на счёт. Вот. Ну, вот это такие бытовые вещи, конечно. Я думаю, каждый мигрант с этим сталкивается. И культурные различия, включая в том числе язык, это огромная сложность. Если у вас не какой-то идеальный язык, то, скорее всего, у вас будут с этим сложности. И культурные различия в целом ментальности, особенно если вы из такой далёкой культуры, как там русская культура или азиатская, американская, у вас будут трудности к тому, чтобы привыкнуть. Small talk, да. Вот я думаю, что всех русскоязычных он очень сильно поначалу раздражает. Зачем я должен пять минут говорить о какой-то погоде, да? Давайте сразу ближе к делу, ближе к делу, да? Сразу вот решать проблему. Улыбаться, со всеми здороваться в лифте, на улице. И какие-то вот разговаривать. Зачем я должен разговаривать с кассиром в магазине, да? Вот продукты там ты покупаешь, пробиваешь. Вот надо постоянно с ним поговорить и сказать, как у тебя дела и как всё. И вот с этими мелочами... Да, 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 они ещё что-то спрашивают и не понимают, что они от тебя хотят. Думаю, блин, пожалуйста, отстаньте от меня. Вот, и, ну, кстати, к этому надо просто привыкать. И поначалу это очень сильно может раздражать. Меня, по крайней мере, это ужасно раздражало. Я вообще ненавидела... Вообще открывать рот я не хотела, потому что сразу все цеплялись. О, акцент! Where are you from? И начиналось вот это, да? Да, и вот это... Я думаю, что, блин, ты... А потом ещё, когда ты говоришь, что ты из России... Я жила на тот момент в Бостоне, Массачусетсе, и были выборы Трампа в 16-й год, и они ненавидели Россию, потому что тогда Россия казалась, что она там вторглась в выборы американские, поэтому выбрали Трампа, а Массачусетс — это штат демократический. И это было ужасно. Я перестала говорить, что я из России, я говорила, что я из Куинзи. Это район Бостона. Они всё равно докапывались. А всё-таки оригинал. Your accent. I know my accent. Да? И вот это, конечно, я вообще всех тогда ненавидела. Я очень хотела вернуться обратно, потому что я чувствовала себя какой-то обезьяной вообще в Америке. Обезьяной с гранатой. Слушай, вот если говорить про иммигрантов, есть ли у работодателя и тебе как иммигранту пришлось ли столкнуться с проблемой, что рабочее место отдают предпочтительно местным, и у тебя чуть выше конкуренция получается? Ну, во-первых, ты никогда не узнаешь об этом. Да? Ну, тебе не скажут, что тебе отказали, потому что ты иммигрант или по какой-то другой причине. Да? Поэтому всё это, ну... То есть это можно просто галлюцинировать сколько угодно, да? И придумать любые причины, почему тебе отказали, потому что ты иммигрант, потому что ты женщина, потому что у тебя розовые волосы, потому что ты выглядишь молодой, потому что выглядишь старой, да? Я стараюсь как бы не спекулировать на этом. Я думаю, что в любом случае у иммигрантов есть проблемы не потому, что они иммигранты, потому что в США, я не знаю, половина, наверное, иммигранты, а просто потому, что плохой английский, плохое понимание культуры, процессов и так далее, плохая совместимость с другими членами команды и так далее. То есть я думаю, что поэтому иммигрантам сложнее. И очень сложно валидировать их бэкграунд, почему первую работу в США найти так сложно? В IT, опять же таки, я говорю про IT. Все говорят, первая работа полгода. Сейчас на текущем рынке, мне кажется, можно и год искать работу как иммигрант, просто потому что ты для американцев белый лист. Ты для них такая действительно обезьяна, да? Ты приезжаешь, они тебя не понимают, они ничего про тебя не знают, они не могут валидировать твой опыт, даже если это крупные компании, типа Mail.ru, Яндекса, Skyeng, Авито и так далее, они не знают, что это такое. И ты совершенно другой для них, ты чужой, да? У тебя другая мимика, у тебя другой английский. Тебе сложно понять, тебе нужно прислушиваться, чтобы понять твой акцент. Ты еще странно выражаешься, какие-то странные фразочки, которые мы любим с русского на английский переводить. Не улыбаешься. И вот это вот, не улыбаешься, такой приходишь угрюмый, как будто ты всех ненавидишь, да? И так далее. И я понимаю, когда с тобой общается такой американец, который привык к определенным типажам, и он такой, и у него сразу, да, у нас же как бы неприятие людей, которые, и вообще всего, что нам чуждо. А ты для них чужой. И они могут придумать 100 причин, почему они тебя откажут. Они никогда не скажут, что они отказали, потому что ты иммигрант. Они скажут, потому что у тебя недостаточные скиллы, какого-то что-то не хватает, да, как-то решил плохо задачу, там, не знаю, и так далее. Вот. Это сложно. Аня, если, например, опыт уже есть, и ты такой, типа, поработал, но потом что-то случилось, и ты ищешь заново, то... Намного легче. Вторая работа уже ищется гораздо легче. Потому что, ну, во-первых, ты... Ну, я имею в виду, что ты поработал не месяц, да, тебя уволили. Да. А когда ты, допустим, поработал год, потому что ты за этот год обучился, улучшил свой английский, понял культуру, понял, как общаться с американцами, как давать им фидбэк, как, я не знаю, вообще все soft skills, communication skills, это вот самое основное, что вам придется строить в первые годы жизни США, чтобы быть немножко ближе. научился, наверное, улыбаться, научился small talks, да? Наконец-то. Наконец-то, да? И так далее. Вот. Поэтому вторая, конечно, работа, третья, десятая, намного проще уже. Круто. Кстати, следующий вопрос тоже. Большинство вопросов, которые я задаю, это наши как раз зрители задают тебе. И один из таких интересных вопросов, как как раз, можно ли начать искать работу, находясь в России, потом по приглашению получить визу и переехать? Ой, вопрос на миллион долларов, ребят. Все хотят. Вам никто, да, вам никто, никто не заинтересован выписывать вам визу. Вот прям, прям запомните это. Виза в США, это ваших рук дело. Вы должны сами заботиться, позаботиться о том, каким образом вы будете легализовываться в США. Вот. Есть очень много способов. Есть способ переехать, там, поиграть в лотерею в игры грин-карту. Есть способ получить визу талантов. Мне кажется, это один из самых таких адекватных способов, если у вас что-то есть, что если вы чего-то достигли, неважно в какой области, в IT, в искусстве, в науке, в спорте, посмотрите на визу талантов. Там есть два, две опции, виза и грин-карта. Можно переехать, как просто талантливый человек по бизнесу, можно перевестись по визе L1 и транзишн внутри компании, когда вы, допустим, работаете в, не знаю, в какой-нибудь компании Deloitte в Европе, а потом переезжаете по визе L1 в США. То, о чем вы говорите, что вам компания выдаст рабочую визу? Это виза H1B. Я вам сейчас расскажу, почему этот вариант плохой. Во-первых, виза H1B – это лотерея. В год выдается всего 80 тысяч виз, 85. Из них 25 тысяч виз выдается студентам, которые закончили визу здесь, визу, институт здесь в США, которые переехали по студенческой визе, обучились, они играют в отдельном пуле, и 25 тысяч виз. И 60 тысяч виз – это для людей, которые вот так вот, как эмигранты, переезжают. Заявок в год подается, вот, не дай соврать, в этом году подалось 750 тысяч. То есть, да, то есть ваш шанс выиграть лотерею каждым годом стремится к нулю. Поэтому, если даже вы постараетесь, вы найдете работодателя, который скажет, окей, я буду играть за вас в лотерею, да, у вас все равно минимальный шанс эту лотерею выиграть. И еще последнее, это капелька дегтя, виза в основном это разыгрывается для специалистов очень технических. Это дата-сайентисты, какие-то крутые разработчики и так далее. Если вы дизайнер, маркетолог, продукт-менеджер, вообще забудьте них. Ты даже пальцем не шевельнешь, чтобы играть за вас в эту визу. Вот, поэтому не надейтесь на то, что работодатель выпишет вам визу. Это маловероятно, поэтому о своей визе думайте сами. У меня есть на канале видео, которое так и называется, как получить рабочую визу. Потому что, по факту, рабочей визы, их очень много, и вам ее никто не даст. И там я расписываю самые адекватные варианты получения визы в США. Вот, поэтому все в ваших руках. Вау, я не знал, что такая прям серьезная лотерея. То есть, даже лотерея Green Card, которая каждый год тоже проходит. Есть, Вон, Ви тоже лотерея. Да, да. Да, я тоже лотерея, так только и получается, что ты... У тебя примерно такие же шансы выиграть в лотерею. Ну, чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Еще лотерея. Еще одна лотерея. Еще одна лотерея. Еще одна лотерея, да, да, да. Вот. Поэтому обидно, на самом деле, когда ты потратил полгода, нашел работодателя и проиграл лотерею. Это очень обидно. И я слышала бы очень много таких историй. Поэтому забудьте про H1B. Есть более адекватные способы переехать. Да, то есть есть разные типы виз. Как раз я проходил почти через все твои названы. Тобой названы. Как раз я учился здесь. Потом Ошки. H1B, да. Ошки, да. Да, да, да. Это, мне кажется, очень-очень адекватные вообще. Да. Либо выйти замуж за гражданина. Тоже. Why not? То есть способы есть. Вы, кстати, часто обсуждаете... А границы тоже переходят миксикансовые, да. Да, кстати, столько возможностей. Да. Столько возможностей. Более гарантированное, чем H1B, да. Да, да, да. Такое вкусное. Здесь, да, надежно. То есть ты даже ногами вступаешь. То есть тебе даже ничего не надо. Да. Я еще знаю, что ну, кроме работы у тебя есть очень классное хобби. Или это уже часть твоей жизни? Мне кажется, судя по твоим постам в Инстаграме, это то, чем ты занимаешься каждый день. Даже больше, чем мне кажется, ты работаешь. Я даже знаю, о чем ты... Да, я даже каждый день бегаю в марафон, да. Каждый день? Нет, конечно. Айронгумер. Не каждый день, но в неделю я сейчас на подготовке к марафону набегаю 50 миль. Это в километрах 80 километров, да? Да, да, да. В неделю. В неделю. Получается, 200... У меня 200 миль в месяц. Это где-то 350... Да, где-то 350, не знаю, километров в месяц. Вот. Это на подготовке, потому что я готовлюсь к марафонам. В год я бегаю парочку марафонов точно, и, собственно, каждую неделю я тоже бегаю марафоны. Вот. И очень много разных забегов, да, у меня. То есть это часть твоей социальной жизни? Я так понимаю, что вы как-то встречаетесь, или это ваше комьюнити? Вот как ты приезжаешь как иммигрант, да? То есть тебе нравится, например, бег. Как все это происходит? Ты находишь друзей там или как-то? Очень много. И, кстати, вот я, кстати, сижу в майке. Рейс-амбассадор, да, у меня на майке написано. Каптен – это крупнейший забег на 10 километров в Техасе. Бежит, не дай соврать, человек 30 тысяч, может, больше, человек. Ну, не летом, да, наверное? Это, нет, не летом. Летом у нас сезон отдыха. Мы летом, мы как раз зимой сейчас набегиваем. У нас все ивенты осень, наверное, ранняя весна. Вот Каптен, он как раз, наверное, один из последних забегов, он в начале апреля. После этого бегать невозможно. Очень жарко становится. Поэтому у нас сезон гонок, это как раз-таки он сейчас, поэтому я сейчас бегаю. Вот сегодня, кстати, я пробежала 28 километров перед нашим эфиром. Завтра еще пробегу 10 миль, это 16 километров. Он был живой. Да. Как круто. Да, да. Вот, как... Когда ты была в Бостоне и у вас был... А, тогда расскажите. Расскажи все. Ты, да, задал вопрос, да, про то, как... Про своего сезонность? Да, стать... Ну, давай я про это, а потом про сезонность про Бостон расскажу. Вот. Здесь очень много... Я в Остине живу, в Техасе, очень много здесь беговых комьюнити. Вообще, Остин, это один из самых, наверное, таких бегунских... Я не знаю, как сказать, беговых... Беговых... Бегунских, беговых городов. И я думаю, что все крупные города, типа Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, я думаю, что там очень такое крупное беговое комьюнити. Очень много инстаграм-групп. Вообще, американцы сидят в инстаграме. Поэтому все, кто думает, что американцы сидят где-нибудь в Телеграме, в WhatsApp, или в Фейсбуке, это неправда. Все тусовки в инстаграме. Поэтому, если вы хотите задружиться с американцами и попасть в какие-то комьюнити, вам точно нужен инстаграм. Вот. У нас в осени в инстаграме, наверное, ну, около 50, наверное, комьюнити. Я часть, наверное, 30 комьюнити, из них, наверное, 10 моих основных. И я регулярно бегаю с разными группами, с разных комьюнити. То есть, есть бег утром, бег вечером, бег утром, бег вечером. И люди примерно, они ротируются, но примерно так или иначе одни и те же. Попасть в эти комьюнити можно очень просто. Просто приходите и бежите. Есть платные группы, но вообще они вам не нужны, если вы не какой-то профессиональный бегун, вам нафиг это не надо. Приходите, знакомьтесь с людьми, бегайте, бегайте регулярно, обрастайте знакомыми, друзьями, открывайте аккаунт Страве, вас начинают фоловить 100, 200, 300 человек, и так вы понимаете, что вы часть большого комьюнити, потом становитесь амбассадором какой-нибудь крупной гонки, попадаете на афиши, я на рекламе Каптен, кстати, могу тоже отдельно фотку прислать, да, да, я еще и лицо Каптен, я у них на афише, на рекламе уже, наверное, сентябрь, октябрь, ноябрь, уже четвертый месяц, видимо, я им хорошие деньги приношу, потому что они меняют рекламу и все равно возвращают меня туда. Вау, круто, да, и мне теперь еще да, 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 они еще, и поэтому меня сейчас очень узнают вообще везде еще по розовым волосам и говорят, о, я тебя видел на афише, я тебя видел на афише, я знаю, вот она популярность, да, 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 так, да, бег для меня это часть жизни очень важная. Как ты еще провели свободную сезонность? Ты еще про сезонность что-то спросил про Бостон? Мне просто стало интересно, потому что получается, вы зимой бегаете в Техасе, то есть, получается, ты еще жила в Бостоне, а там, получается, другие сезоны, то есть, там люди бегают летом, то есть, если ты, допустим, живешь в Бостоне, есть ли какие-то другие правила, или там бегают круглый год? Я бегаю круглый год, я бегаю и летом, и зимой, и бегала и в Бостоне, и здесь тоже бегаю, ну, просто одеваешься по-разному и привыкаешь, например, в Техасе я бегаю, ну, где-то в 5-6 утра, особенно летом, потому что это единственное время, когда можно бегать до восхода солнца, это самое холодное время, холодное я имею ввиду сколько, ну, где-то 25 градусов, потому что днем, когда выходит солнце, моментально температура подскакивает до 40, и у нас в осени полгода в году 40, поэтому я стараюсь бегать вот до восхода солнца, вот примерно так, я по привычке бегаю и зимой, а зимой и ноль, да, поэтому зимой приходится просто одеваться, в Бостоне то же самое, я в Бостоне мало бегала, но я тоже бегала и зимой в том числе, мало бегала, наверное, по снегу, там нужна определенная техника, определенная обувь, но люди тоже и в России везде бегают по снегу, и абсолютно нормально, бегать можно круглогодично, независимо от погоды, если это, конечно, не какой-нибудь торнадо, да, можно бегать от торнадо, да, да, от чего вы бегали, я бегал от торнадо, да, 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 так что, если кто-то не бегает по причине погоды, это все от маски, бегать можно практически вообще в любую погоду, я бегаю в дождь спокойно, я бегаю в холод, в морозы, в жару, и, собственно, главное, одеться по погоде, вот, отвечай на вопрос, прям захотелось побежать, побежи, побеги, побеги, и, главное, не это, не марафон, да, и от торнадо, да, ты перехочешь потом, отвечай на вопрос, как я еще провожу свободное время, ну, вот, подкасты записываю, круто, трачу субботу свою на записи, на самом деле, у меня очень мало свободного времени, практически нету его, я бегаю, я записываю подкасты, записываю видео, я что-то делаю для своего канала, вне работы, я еще фуллтайм работаю, и еще у меня есть дочь, которой я уделяю, там, ну, наверное, пару часов в день, она взросла уже и 9 лет, поэтому она сама себе, вы, кстати, выглядите как примерно одному в обществе, я говорю, это Аня или это дочь, а сейчас она, да, да, у меня кот еще, вот, ну, готовлю дома иногда, так, по настроению, в общем, так особо, я не тусуюсь, мало тусуюсь, очень редко, мне хватает тусовок моих беговых, и мне, на самом деле, вечером в бар идти, уже не хочется, мне не нужно, у меня вот общение, час общения в день у меня есть на своих беговых тусовках, я не пью алкоголь, и мне, собственно, не очень интересно ходить на всякие, там, дискотеки, вот, я встаю в 4-5 утра, и мне эти дискотеки нафиг не сдались, вообще, да, у меня своя дискотека, 6 утра, и ты сейчас живёшь в Техасе, да? В Остине, да. Да, в Остине, а ты, я так понял, жила в Бостоне, а почему ты переехала тогда, какой тебе штат больше всего понравился, из тех, где ты жила? Я жила в 4-х штатах, я жила в Нью-Йорке немножко, в Нью-Джерси, это на, через пролив практически, в Хабокине, я там жила, я жила в Бостоне, в Массачуссетсе, потом я переехала, получила оффер в Калифорнии, и там 2 года прожила, в долине, в Сан-Хосе, и потом я получила оффер здесь в Остине, переехала в Остин, и, собственно, влюбилась в Остин, и теперь, честно, не представляю, как жить в каких-то других местах, вот уже 4,5 года я в Остине, и, собственно, не знаю, возможно, я попробую Колорадо, я для себя ещё так смотрю, Денвер, как новая точка, но, скорее всего, я просто уеду из Штатов, вот так вот, если думать про моё будущее, куда не буду в Штатах, а давайте вернёмся к самому началу, да, что я сказала, я никогда не хотела жить в США, да, собственно, как бы, ну, это всё, оно как бы идёт через всю мою жизнь в США, состояние о том, что как бы я не хочу жить в США, и это никогда не было моей мечтой, я просто, сейчас у меня здесь дочь, я хочу, чтобы она получила образование местное, мы с мужем развелись, поэтому у меня муж в Нью-Йорке, я остаюсь в Техасе, я ращу дочь одна, и я хочу, чтобы она получила местное образование, и она как бы, она американка, она приехала в США, когда ей было два года, поэтому она жизни где-то ещё, она даже не знает, не представляет, поэтому травмировать её я не хочу, увозить её куда-то, но сама лично жить в США я тоже не хочу, поэтому такая у меня пока дилемма, пока живу здесь из-за того, что дочь, я получила паспорт в этом году, это был такой мой основной милстон, я хотела получить паспорт, гражданство, и уже не быть привязанной к Америке, я имею в виду, то есть по грин-карте ты обязан полгода в году быть в США, а с паспортом ты можешь уехать, главное, плати налоги, и всё, собственно, могу жить где угодно, вот, поэтому я для себя в целом в такой перспективе рассматриваю вариант уезда в Латинскую Америку, мне очень нравится Латинская Америка, мне нравится культура, я в Чили, да, я пока подумываю, это не такие планы близкие, краткосрочные, это всё-таки долгосрочные, возможно, в течение через пять лет я смогу переехать, но я смотрю в сторону Латинской Америки, я была много раз в Мексике, я хочу изведать Колумбию, я хочу изведать Аргентину и Чили в том числе, и посмотреть, что мне понравится, где я бы хотела осесть, вот, а так вообще у меня планы на такую вторую половину моей жизни, где-то вот жить на берегу океана, в каком-то классном месте, и подальше от Америки, да, кстати, Аня, у нас два вопроса, два вопросика есть, короче, первый, почему ты не пьешь алкоголь, и второй, почему вам в США не нравится, вот, ну, слушай, в США, ну, у меня нету каких-то адекватных, объективных причин, знаете, меня никто здесь не обижал, мне, в принципе, здесь, как бы, жизнь складывается хорошо, просто, ну, я всю жизнь любила Латинскую Америку, с детства, я вот любила футбол латиноамериканский, прям, прям с детства, я не знаю, может, я какой-то мультик посмотрела в детстве, я не могу понять, откуда это пошло у меня, я всегда любила, вот, бразильский футбол, я всегда любила какие-нибудь сборные Колумбии, да, вот, по футболу, я всегда за них, да, я всегда за них, красавчики, да, я всегда за них болела, сериал «Бики ангел», да, может быть, может быть, какие-то сериалы, да, я насмотрелась, я не знаю, у меня, я учу испанский, я говорю по-испански, мне всегда, вот, как сердцем, понимаете, сердцем тянуло туда, это не потому, что Америка плохая, а потому, что я люблю другое, да, у меня другие идеалы, мне нравится латиноамериканская культура, мне нравится их, как бы, легкость вообще, Куба, я, я писала диплом по Кубе, я училась в институте туризма, и как страну я выбирала Кубу, и еще там я играла на латиноамериканских инструментах, играла кубинскую музыку, мне было очень интересно изучать историю Че Гевары, там, и так далее, это что-то, ну, бессознательное, что-то такое, мне нравится латиноамериканская еда, я люблю спайси фуд, я люблю мексиканские такосы, да, вот, не знаю, да, нету, никто меня в Америке не обижал, ну, просто, мое сердце принадлежит другой стране, вот и все, да, поэтому я, конечно, стремлюсь, позову свое сердце куда-нибудь, куда я хочу попасть, вот, а первый вопрос я забыла. Про алкоголь, кстати говоря, вот там, значит, ты стремишься в Латинскую Америку, а как же там, в какой момент ты перестала, или ты не начинала? Я пила, пила, и, на самом деле, начала пить больше, когда переехала в США, как-то по иронии судьбы, в России я так много не пила, а вот сюда переехала в США, потому что доступный дешевый алкоголь, то есть можно пойти в какой-нибудь магазин, типа Trader Joe's, и за 10 долларов купить бутылку хорошего вина. О, да. Хорошего. Да, да, то есть, а за 20 можно купить вообще какое-то там божественное вино. Вот, поэтому, наверное, доступность и разнообразие, да, алкоголя, пиво, очень тоже здесь. Я всегда считала, что там Германия пивная культура, а на самом деле нет. Мне кажется, в Америке такой выбор пива вообще, просто любого, там, что я начала его просто пить гораздо больше, и в какой-то момент мне не понравилось, что я не могу представить свой вечер без бокальчика вина. Ну, после работы, стресс, там, так далее, да, тяжелый день, надо выпить бокальчик вина. А я вот человек, который не любит вообще никакие зависимости. Когда я чувствую, что я начинаю от чего-то зависеть, меня это начинает раздражать. Я думаю, раз так, ага, я не могу представить свой вечер без бокала вина, надо думать о том, как перестать его пить. Я хотела сделать некий такой тест на три месяца, но тест затянулся уже на два с половиной года. Я поняла, что мне просто не нужен алкоголь. Вот. Я, когда перестала пить алкоголь, я похудела, я стала лучше выглядеть, у меня изменилось кожа, лицо, я стала себя лучше чувствовать, я стала меньше спать и высыпаться, у меня пошли прогрессы в физическом плане, как бы спортивные какие-то достижения пошли. Ну, вообще, я не знаю, я стала просто, ну, я не вижу ни одного минуса вот в этом процессе, и мне кажется, это было одно из самых моих лучших решений. Действительно, одни положительные какие-то результаты. Вот, поэтому... Ой, ну все, короче, я хочу стать Аней, я хочу стать Аней на ум, и потом через год такой прогресс, я, короче, не пью, и я ворохонец. Да, да, на самом деле... Это очень хороший способ. Да, самое сложное, это, конечно, привыкнуть к тому, что как же я пойду в бар, когда я не пью. Я ходила в бар, я наливала до сих пор, когда я хожу на тусовки, я наливаю себе минеральную воду, туда лимон. Сначала это непривычно, сначала, конечно, дискомфортно и очень странно. Для твоих друзей. И вообще, да, кстати, меняется круг общения, меняется все, да, это достаточно очень такой процесс, ну, сложный, да, потому что меняется все. Ко мне... Я потеряла пару, ну, типа подруг, да, которые, видимо, таких подруг... Алказалит, алказалит. Да, 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 которые просто... Которым просто стало неинтересно со мной, потому что я не пью, которые выпускали шуточки в моем, адреса, а что там Аня, она все равно не пьет, еще спать рано ложится, да, и вот как бы вот эти вот токсичные шуточки в мой адрес, конечно, были, но здесь надо иметь какую-то стойкость, что ли, характер и понимать, ну, нужно тебе это или нет, вот. Дошутились. Дошутились. Теперь у них нету Ани, да. Все хотят быть Аней, а теперь у них эту лотерею они потеряли. проиграем. Зато я брала очень много новых, да, друзей, поэтому здесь... Да, слушай, если это 30 тысяч человек, комьюнити, это же потрясающе. И я хочу все-таки немного вернуться к поиску работы. Помогает ли такое комьюнити в поиске? Бывает ли такое, что все-таки тебя зовут, там говорят, слушай, пойдем к нам работать? Сто процентов. Я нашла, сейчас скажу, у меня пять работ, я еще почитаю, Fasten, Bitclay, Zella, Apple, Oxygen. Вот, четыре из пяти работы я нашла через нетворкинг. Одну работу я нашла вот через холодную, холодную аппликацию. Поэтому очень важно строить нетворкинг. Конечно, нетворкинг не отменяет того, что тебе надо проходить собеседование. То есть нетворкинг – это просто немножко более удобный вход, когда на тебя хотя бы посмотрят и с тобой начнут общаться. Потому что, когда ты просто делаешь холодные аппликации, с тобой просто не всегда общаются. Часто вообще не общаются. Вот. И как я понял, если... Я сейчас пришел. И просто я хочу закончить эту тему, что вот если говорите, вот вы, допустим, сидите сейчас в России, LinkedIn – это, по сути, тоже часть нетворкинга, потому что вы себя там можете показать, описываете какие-то свои мысли, можете общаться. Так ли это работает? Или, может быть, какой будет совет для тех, кто сейчас хочет, например, начать поиск работы или создавать свой нетворкинг? Сто процентов. Если вы думаете о поиске работы на международной арене, LinkedIn – это первое, куда вы должны идти и там строить свой бренд. Помимо того, что вам надо просто очень грамотно заполнить профиль в LinkedIn – это, естественно, хорошая фотография. Ребята, это очень важно. Не ставьте какие-то селфи с пляжа, не ставьте... Не ставьте с топором, не ставьте грустные, серьезные лица. Очень много вот именно ребят из Восточной Европы ставят какие-то фотки, которые похожи на фотки из паспорта. Ужасно открываешь и сразу боишься и убегаешь. Или какие-то некачественные фотографии. Сделайте себе просто... Попросите кого-то на белом фоне вас сфотографировать улыбающегося. В какой-нибудь маечке пола, не нужен вам пиджак. Просто улыбнитесь и сфотографируйте себя, поставьте на LinkedIn, будьте доброжелательны. Это очень важно. И, естественно, фотографии... Ой, информация, которую вы там заполните о себе, вашу профессиональную информацию, ваши достижения. Все то, что я рекомендую добавить в резюме, то же самое добавьте в LinkedIn. Добавьте в свое портфолио, если они у вас есть. Давайте ссылки на проекты, какие-то сертификаты, обучение, волонтерство. Все-все-все, что может подкрепить вас как бренд, как личность, публикации ваши. Вот все туда. И, соответственно, начинайте добавлять себе друзей. Я вообще рекомендую тем, у кого вообще нет друзей, ну, прям вот в день человек по 10 добавлять. Кого добавлять? Добавлять обязательно рекрутеров. и добавляйте людей из вашей сферы. Ну, например, я продакт-менеджер, я иду, вбиваю, к примеру, продакт-менеджеры из Uber и начинаю добавлять продакт-менеджеров из Uber. Там, я не знаю, разработчиков из Google, дизайнеров из чего-то еще, Pinterest. Начинайте обрастать людьми, которые потенциально могут вам быть полезны, не добавлять всех подряд. Вам не нужны все подряд. И параллельно делайте какую-то активность. Добавляйте друзей, пишите посты, хотя бы один пост в неделю пишите, что писать, что-то про, что подкрепляет вас, как профессиональный, ваш профессиональный бренд. Ну, если вы разработчик, вы можете что-то написать про разработку. Если вы дизайнер, выложите какой-нибудь классный дизайн, обсудите его и так далее. И комментируйте ленту. Обязательно читайте ленту своих друзей, ставьте лайки, комментируйте. Ну, комментируйте не так, как чат GPT, да, комментирует что-то там типа good job, да, а что-то... А, да, там же есть автоматический ответ, точно. Да, 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 да. То есть напишите что-то от себя, не будьте, да, не будьте чатом GPT, потому что это сразу считывается, и это скорее вызывает какое-то раздражение. Что-то подумайте, что-то свое персональное напишите человеку, как минимум имя его обязательно добавьте. Вот. И вот так вот вы в течение полугода, если вы будете добавлять по 10 друзей в день, если вы будете писать каждую неделю посты, если вы будете лайкать и комментировать посты ваших друзей, через полгода у вас будет достаточно крепкий профиль в LinkedIn, и когда вы начнете искать работу, у вас уже будет какая-то крепкая база. Да, да, да. Круто. Совет на миллион. Спасибо. Недавно, да, вы делали выпуск как раз в YouTube про то, как прокачивать LinkedIn, там его развивать, расширять. Да, да, у меня есть тоже выпуски про это, да, да. Очень круто. И я еще знаю, что есть у вас, то есть я знаю просто, что ты все свое в свободное время отправляешь как в работу, в проекты, и у вас есть еще такой небольшой, у тебя есть такой проект, где вы создаете небольшие группы, или там это большая группа, где обмениваетесь как раз какими-то своими комментариями, советами по поиску работы. как это работает у вас? Я создала в начале года, когда меня сократили, я создала группу поддержки для девушек, которые здесь в США и которые потеряли работу. Она бесплатная, и когда, пока я не работала, я могла себе позволить эту группу вести, модерировать и лидировать. У нас были регулярные встречи раз в неделю, мы просто выбирали какую-то тему, любую тему, там начиная от каких-то практических вещей, давайте разберем резюме друг друга, до каких-то психологических вещей, там как бороться со страхами, как, не знаю, работать с отказами, когда вам отказали, как предотвратить выгорание, вот разные темы мы брали, и каждый на эту тему высказывался, готовился там что-то рассказать, показать, вот. И параллельно у нас чат, в который девчонки пишут, просят совета, и мы там друг другу помогаем, это не под запись, то есть мы, я ничего не записываю, никогда не выкладываю, группа закрыта, в общем, как-то помогаю девчонкам быть, понять, что ты не один, мы все в одной лодке, нас всех сократили, мы все ищем работу в США, нам всем тяжело, а мы все принимаем отказы, кто-то получает работу, да, тогда мы очень радуемся, и как бы там минус один вычеркиваем из группы, да. А вы их удаляете, или как происходит? Не удаляем, нет, не удаляем, потому что они все просят не удалять, но как бы иногда кажется, что это какая-то, знаете, такая вот, типа, таксишность, что ли, получается, когда ты сидишь без работы, а кто-то там уже с работы, ну, зависит от девчонок, кто-то просто приходит, все равно дает какие-то советы, рассказывает, как им получилось получить оффер и так далее. Сейчас, к сожалению, у меня нет возможности вести эту группу, я передала инициативу другим девчонкам, они без меня собираются, я, ну, возможно, вернусь обратно, сейчас просто очень перегружена. А есть ли группы для мальчиков тоже? Я думаю, что есть, я думаю, что сто процентов есть, сто процентов есть для мальчиков, да, но так как я девочка, и так получилось, что я увидела пост именно в женской группе, девочка просто, просто плакала в группе, говорит, я потеряла работу, я не знаю, что мне делать, я говорю, давайте создадим группу поддержки, мне пришло около 50 лайков на мои комментарии, я поняла, что да, тема действительно важная. Спасибо тебе за такие интересные ответы, очень много советов, да, здесь куча комментариев, все пишут, в общем, всем все интересно, кстати, мы когда анонсировали, что ты у нас будешь, тебя несколько человек узнали, когда я видела канал или в фильме видела интервью с тобой, так что, в общем, все шли в сердечке. У меня, я по повышению пытаюсь сделать прямые эфиры у себя на канале, поэтому завтра у меня будет эфир про фейлы, мы будем обсуждать с Андреем, как мы лоханулись. Я очень люблю, у меня такой подход сделать из поиска работы вот какой-то веселый такой квест и добавить туда чуточку такого, знаете, легкости и юмора, потому что очень много серьезных вещей по поводу поиска работы, и вообще процесс, он не всегда очень приятный, и мне бы всегда хотелось как-то развернуть это, я сама лично делюсь своими какими-то неудачами с удовольствием, вот, поэтому завтра мы будем говорить про фейлы, приходите тоже на мои эфиры, если сегодня вы не успели задать вопрос, завтра в 10 часов по техасскому времени, это будет 8 утра по Калифорнии, будем обсуждать ошибки. Круто, тема фейлов это прям актуально. Спасибо большое. Спасибо огромное, что нашло время. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо. Да, очень круто. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok